Графиня, что вы делаете? Я размышляю. О чем? Что выбрать Прадо или Дольче Габбана? Шляпку или сумочку? Собираетесь на шоппинг? Нет, я вот размышляю. Великий китайский философ Конфуций предостерегал, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. А наш не менее великий поэт Федор Иванович Тютчев наоборот славил эту пору. Помните, как там у него? Блажен, кто посетил все мир, в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Так кто же прав? Конфуций или Тютчев? Графиня, однако, я так понимаю, мы сегодня о переменах? Да, все верно. Но не об эпохальных, конечно, а в рамках одной отдельно взятой личности. Как утверждает гостья нашей студии, Наталья Толстая, станьте инициатором перемен в своей жизни, и вы увидите, как все вокруг меняется в лучшую сторону. В эфире философско-развлекательная программа «Взгляд на жизнь». И мы ее ведущие Макс Дарк и графиня Уфиня. И у нас в гостях позитивный психолог Наталья Толстая. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, друзья. Привет, привет. Вам сразу вопрос в лоб. Скажите мне, как психолог, от чего же все наши проблемы? Ух ты, что это. Если бы была такая формула, я бы ее знала. Но в каждой истории свой винтик, каждая история идет по-разному. Но это стрессы. Не всегда, не всегда. От чего наши проблемы? Иногда бывает от ума. Тоже об этом писал Грибоедов. Иногда бывает от скуки. Бывают от того, что кто-то думает, что он Господь Бог, и знает, как жить другим людям. И чаще всего это наши все-таки эмоции. И чаще всего отрицательные. То есть, когда мы недополучаем чего-то. Иногда в благодарности за наши действия. Мы делаем, делаем, делаем хорошо. А потом смотрим, не колосится. Ни дочка неблагодарна, ни мужчина неблагодарный. Не тот, кому мы это все делаем. А бывает такое, когда мы тренируемся, 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 а весы тоже и ничего. И каждый раз, когда мужчина уходит, или когда мужчина возвращается, у нас то драма, то радость. Вот все в эмоциях. Я думаю, в них. А то есть, нет каких-то нескольких рецептов, как помочь человеку? Каждый случай уникален? Каждый случай уникален. Ну, может быть, потому что по образованию я доктор. Сначала, прежде чем стать позитивным психологом, я сначала была микрохирургом глаза, потом я была психиатром, потом я была наркологом, потом я была психотерапевтом. И все это бросив вместе со скальпелем и вот таким ворохом таблеток, я пришла, чтобы лечить словом и делом. Это же тоже поступок, да? А расскажите о вашем детстве. О чем-то теплом, веселом, что было в нем. У меня вообще все теплое и веселое в жизни. Потому что мне кажется, что, почему мы говорим о переменах, потому что как только людям становится рядом со мной не очень хорошо, я делаю все, чтобы освободить их от своего присутствия. То есть ни в коем случае не заслуживаю любовь, не выпрашиваю, не выкрикиваю и не выплакиваю. Ни в коем случае не пытаюсь что-то заслужить или упрекнуть кого-то в том, что он не хочет быть рядом со мной. И точно так же было с детства. Я очень поздний ребенок, мама с отцом родили меня практически в 45 лет. То есть два врача, хирург, я кушер-гинеколог. То есть они всю жизнь были посвящены своей профессии. С братом у нас огромная разница была в 20 лет. Я, честно говоря, с чужими людьми иногда была более родной, чем с ним, потому что он был большой дядька, учился в мединституте в Москве. И я его видела два раза в год. И вот начиная, наверное, с воспитания, я поняла вот с самого детства, что перемены это великое чудо, пока мы живы. Допустим, я прихожу, у меня мама с отцом жили на одной усадьбе в двух разных домах. Всю свою жизнь они прожили, не разводясь, но у каждого был совершенно свой мир. У мамы огромный дом, белые шторы, кружевные, балет, прохладно. У папы натоплена печка, поет Высоцкий, и он, значит, ходит в махровом халате и садится периодически вот так вот на печку, вот топящуюся вот так спиной. И так у него на всех халатах и были вот тут прожженные полоски, потому что папа любил теплоту. Лед и пламя. Да, я прихожу к маме, а мама мне говорит, Наташа, ты будешь врачом? Так, никакого понебратства. Высокие каблуки, наглаженный на крахмаленный халат, пришла на ночное дежурство, закрыла дверь. Ни с какими медсестрами ты не разговариваешь, только Наталья Владимировна придет в момент, она тебе стукнет, ты выйдешь и пойдешь там оказывать первую помощь. Я перехожу к отцу в дом. Значит так, будешь Наташей до тех пор, пока тебя люди не назовут. Назовут Натальей Владимировной, потом уже Наташей не станешь никогда. Придешь на ночное дежурство, сразу меняй обувь на тапочки. Открывай дверь ординаторской и спроси, кто там сегодня дежурит. Петровна, тетя Маша, идите ко мне чаю попьем, я принесла булочки. Поделись с ней кусок хлеба пополам, спроси как муж, как дети. Я говорю, папа, папа, а зачем? Он говорит, слушай, ну она, во-первых, она тебя может подвезти под прокурора, набрать не то в шприц, да, вовремя тебя не разбудить. Во-вторых, она твоя правая рука. Медсестра это человечище, это махина. Она делает очень много того, что ты можешь даже не замечать. Ты оступишься, а там ее рука. Так, я сяду на качере посреди двора и думаю, так, кого слушать? Кому верить? Кому верить, да? И вот получилось так, что я смогла объединить Наталью Владимировну с Натальей, то есть Наталья Толстая пишет книги, Наталья Владимировна сидит на приеме. У меня есть одежда и на крахмальный халат, и высокие каблуки, и тапочки. И я по тому, как я себя ощущаю сейчас, вот так и танцую. И вот я уверена, что во всем нашей жизни так нужно поступать. Ну, а вот мы говорим про перемены. Перемены все-таки, это перемены в доме, это ремонт каждый год, каждые два. Это перемены в жизни, новые знакомства, новые отношения. Перемены в голове? Нет, мой призыв заключается в том, что, смотрите, наверное, к своим 46 годам я уже сделала свою собственную статистику, да? И когда я написала свою первую книгу, вот мне, допустим, изменил супруг, у меня грудной ребенок на руках, и вдруг вот он пошел, выпал из гнезда, что я сделаю? Вот. И вот это состояние, когда я не могла взять себя в руки и пошла к своим коллегам, которые вместо микрохирургии пошли сразу в психиатрию там или психологию, помогите мне. И мне некому было помочь. И я писала, писала, писала какие-то записочки на блокнотах, на каких-то листочках, все рукописно. И вдруг у меня так получилось, что я попадаю в Москву, заканчиваю школу телеведущих, попадаю на первые в своей жизни эфир на ТДК, меня видят по телевизору, вы можете себе представить, как много для меня сделал этот канал. Ко мне присылают человека, говорят, вот как вы вчерашней программе говорили, вы можете так книжку написать? Я говорю, могу. Ровно через 9 месяцев родилась книга, которая продалась тиражом миллион. Вы можете себе представить? Миллион женщин, ноль бюджета, ни одного билборда. Это потом все было. Потом я висела на МКАДе, 3 на 15. Это потом я висела на целое здание. Ну, потому что вошли деньги, естественно, меня вкладывали в рекламу. Не было бы счастья, да не счастье помогло. Да, да. И смотрите, вот я 10 лет писала книги, у меня их 18. Как будто какая-то неведомая сила научила меня это делать. То есть, опять же, если говорить о том, что учился, 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 человек на врача, пришел в Останкино, я приехала просто из города Ростова-на-Дону, это тоже большая перемена, рискнуть на Москву, вот так, тюш, ох, ток, кулечек, ага, ась! Вот, мне надо же было, как бы, свой монастырь, надо говорить на том языке, на котором говорят москвичи. И вот я пришла в Останкино, и там была журналистика, она была 3 недели, представляете? И мне просто рассказали, как из большого текста сделать маленький, из маленького большой. И я меняю профессию, становлюсь писателем. Вы представляете? Да. Все, я пишу 10 лет. Большой талант. Да, я пишу 10 лет, и вдруг прихожу в издательство, мне говорят, вы знаете, сейчас книги не покупают, у нас переполнены склады, сейчас у нас, как бы, очень быстро все это воруется, очень хорошо продаются электронные книги, пока не надо рукописей, пока не будет бумажных книг. А куда я дену мозготрамбовочную жидкость, которая у меня вырабатывается, что мне делать? И вот я 3 дня мыла посуду, и понимала, что мне надо сейчас сочинить, какую я сейчас перемену себе учудю. Что я сейчас делаю такое, чтобы я не сошла с ума от того, что в принципе все не очень хорошо, правильно? Да. Ну, в принципе. Вот, поэтому за вот эти годы, которые у меня есть, уже я прожила, да, я могу сказать, что у меня есть профессия. Я работаю психологом Натальей Толстой. Помните, была Гена, работала в зоопарке крокодила. Психолог Наталья Толстая пишет книжки, психолог Наталья Толстая ходит экспертом в телевизор, психолог Наталья Толстая сидит ежедневно на приеме, но она же, жена своего любимого мужа, любимая жена, мама своего любимого ребенка и любимая мама, дочка своей любимой мамы, и, ну, как бы, у меня максимально, я стараюсь сделать так, чтобы жить по человеческим законам. Все мои перемены должны быть вписаны в мое счастье. А что такое счастье? Что такое счастье? Гармония. Да, состояние равновешности, гармонии. Я ровная, я ровная. Или, может быть, чуть-чуть с запасом. Чуть-чуть с запасом энергетики. Наталья, ну вы не считаете, что это вы такой уникум, вы такая энергичная, и вы можете готовы меняться? Не все на это от природы способны? Или это можно в себе как-то развить, приучить себя к переменам? Ну, так люди-то приходят на прием, они же как раз рассказывают, с чего ты начала, как раз рассказывают о том, что у меня есть какие-то несчастья. Допустим, ты онколог, и каждый день шестерым людям ты должна сказать, вот первый раз увидеть, и сказать им, что у них вавка, да? Печалька, вот, большая печалька. И через некоторое время выгорание от профессии, и ты говоришь, я не хочу больше это делать, я хочу куда-нибудь шубами торговать, быть тренером по фитнесу, понимаешь? И если ты сейчас не поменяешь все, ты будешь не смеяна, ты будешь спрашивать, сколько их там в коридоре еще сидит. Понимаешь, все, пошла шабашка. Ты уже не делаешь, вот, не на разрыв ты работаешь. Точно так же в любой профессии мы устаем. Мы очень часто устаем от своих близких, как ни странно. Но вот представьте, сейчас придумали очень интересный аппарат. Котам одевают на голову электроды. И мы можем думать, о чем кот думает. Представляете, как много могут рассказать коты об интимной жизни своих хозяев. Они же приходят, садятся, и мы же их не гоним. Как много подробностей, кто где что подукрал, кто где тайком выпивает, кот может сдать легко с этими электродами. Попробовали эту шапочку одеть на младенца. И что вы думаете? Основной крик детский, уберите коляску с одного и того же места. Он бедняга кричит, а мы не понимаем, что ему или сквозняк в ухо, или один и тот же кусок потолка, или один и тот же кусок стены. Он устал стоять на одном месте. Переставляйте коляску, он будет еще час спать у вас. Вы представляете? Чтобы открывать новое шею. Мы думаем, там, у него там что-то чешется, пучит его беднягу. Устал он в одном месте быть. Вы представляете? То есть, если нам Бог сделал зиму, весну, лето и осень, чтобы мы поменяли шубу на босоножки, а у нас один и тот же ремонт, одно и то же кресло в одном и том же месте, одни и те же шторы, одни и те же слова, одна и та же морда мельтешит перед глазами, как в фильме с легким... Ну, вот, как он называется, этот фильм, Новый год показывают. С легким паром. С легким паром. Вот. Ирония судьбы. Да, ирония судьбы. То есть, как нам, мы же не можем, куда мы денем жену и детей? А перемен хочется. Куда? А приходит 40 лет, и прямо как хочется новой жизни, какой-то, вот, не знаю, у кого хочется, да? Вот вы заговорили про близких, ведь часто мы перемен боимся, потому что боимся осуждения. Как это так? Так, вот ты занимался 20 лет одной профессии, ходил бухгалтером в свой офис, и вдруг ты все, не хочу, хочу цветы выращивать, стану теперь садоводом. Мы боимся осуждения. Перемены должны быть грамотные. Для того, чтобы ты перешла с одного места на другое, тебе нужно подготовить почву. Если ты знаешь, где постелить соломой, стели. Сиди себе на своей бухгалтерии и одновременно изучай другую профессию. Сейчас даже получить другую профессию онлайн очень легко. Курсов очень много. Ты попробуй, может, тебе разонравится. У меня ребенок очень хотел быть актрисой. Слава тебе, Господи, она сейчас учится в РУДН на дипломата, но так хотела, так хотела. А режиссеров знакомых море, я говорю, давайте поснимаем пару раз девочку мою на снегу, вот так вот, хороший восьмичасовой рабочий день. Она раз пришла, очень хороший режиссер, очень был мною доволен, принесла эти первые пять тысяч рублей, купила мне ручку, купила папе хлеба любимого, купила бабушке подарок. Думаю, нормальный человек растет. Пять-шесть раз она поснималась, сказала, я не хочу быть актрисой. А я надо, чурочка, выбирать. То есть попробовать-то надо? Вот видите, это вы такая позитивная мама, вы принимаете желание попробовать, а ведь многие родители могут усудить, и этого боятся люди. Боятся попробовать перемен, потому что боятся, что их осудят. Вот я о чем. Как с этим быть? Боятся разрушить жизнь свою, боятся сделать шаг вперед. Даже картинку о себе разрушить. Ребята, надо начинать с самого начала. Для того, чтобы человек был счастлив, есть пять пунктов, которые нельзя менять местами. Под карандаш. И на первом месте это разумный эгоизм. Я и Бог. На первом месте. Ты никогда не будешь одна и один. Ты всегда будешь творцом. У каждого своя вера, но там действительно есть какая-то великая сила, и я не верю в том, что Эйнштейн и Тютчев ушли, вот так вот понаписали стихов, и больше их нет. Наверняка они, пусть они не помнят ничего, но наверняка они где-то среди нас ходят. Каждая фраза уже написана. Каждое открытие уже сделано. То, что мы сейчас открываем, уже давным-давно покрыто песочком. Это что-то уже было. Я абсолютно уверена. Хорошо забытые старые? Да. Я уверена в том, что даже то, что я пишу книги, однажды я написала книжку «Между сексом и любовью», мы совместно написали с Семеном Чайкой. И попадаем к Минаеву на эфир, он говорит, «Ребята, ну про секс пишу 2000 лет. Что вы ему могли нового там написать? А мы просто говорим, что у нас дети, и мы разговариваем на человеческом языке с этими детьми в этом времени на вот этом языке этой терминологии. Вот и все, почему успех. То есть нету концепции, конфигурации, гендерные отношения, трам-пам-пам, а просто на людском языке. На первом месте эгоизм. Разумный. Я есть. Я всегда есть. Я есть. Я жива. На втором месте кто я? Вот сейчас кто я? Какая у меня этикетка? Вот если бы у меня была визитка, пусть их будет 100 визиток. Просто золотыми буковками напиши, кто ты сейчас. Когда я начинала, вот, господи, у меня была вот такая шапка. Значит, и там золотая медаль в школе, там я заканчивала, я в Мисс Белая Калитва была там. Я писала всякую фигню в эту шапку, чтобы понимать, что я вышеписываю на забор. Но чем больше я достигала в своей жизни, тем больше они отпадало. Это все, и я оставляю только то, что я есть сейчас. Я сейчас позитивный психолог и писатель. Понимаете? Великолепно. Это чудо. А, уважаемые зрители, эта телепрограмма «Взгляд на жизнь». У нас в студии психолог Наталья Толстая. Очень интересная информация, очень интересная собеседница. И еще более интересные материалы будут после паузы. В эфире философско-развлекательная программа «Взгляд на жизнь». И мы ее ведущие Макс Дарк и графиня Уфиня. И мы продолжаем разговор с нашей гостьей, позитивным психологом Натальей Толстой. Есть такая фраза, что люди интересуются прогнозом погоды лишь для того, чтобы узнать, когда же он будет дуть, этот ветер перемен. Вы с этим согласны или нет? Вообще. Я против всяческих прогнозов. Я против всякого гадания. Потому что, ну вот узнали, когда он будет. И сидим, ждем. Понимаете? То есть мы на что-то надеемся в очередной раз. А надежду нужно убивать первой. Она не дает людям действовать. Вы понимаете? А вдруг вот он так сделает? А вдруг вот это вот будет? Войдет? Здесь я с вами согласен. Ошибаются всякие прогнозы. Ветер перемен наступает тогда, когда ты поворачиваешься на пятках, идешь в другую сторону, и он дует так, как тебе надо ветер. То есть ты сам его направляешь, и ты автор своих перемен? Не так. Как же нет? У меня, сейчас я расскажу. У меня есть кредо. Так. Что мы хозяева своей жизни, от своей лодки с парусом. Но нужно все время просить Творца, чтобы он помогал тебе управлять погодой. Повернуться на пятках я могу сама. Но у меня же есть лодка, и в этой лодке есть люди, за которых я ответственна. Дети несовершеннолетние или старики. То есть в этой лодке есть коллеги, в этой ответственности я не могу не прийти на съемку, я не могу вот сейчас сразу, а не пойду, Василий ждет тебя у причала. Правильно? То есть как бы есть моменты, когда я не могу устроить эти перемены сегодня. Но если я чувствую, что я через напряг иду, или кто-то напрягается, общаясь со мной, еще раз повторяю, я слушаю себя, я три дня мою посуду и придумываю себе жизнь. И она у меня такая будет. Вот не поверите, действительно, чего я только в жизни не перепробовала. Пока у меня была микрохирургия глаза, с третьего курса, то такая же точно петрушка, все пытаются как-то учиться, учиться, учиться. А у меня 24 часа в сутки, ну иду я на красный этот диплом, ну сдаю я легко эти экзамены, что делать? У меня был акробатический рок-н-ролл, больные танцы, сюда же, поцелуи, сюськи-пуськи, как-то уже 19, надо было терять детственность и вступать в жизнь. То есть как бы надо было как-то ворковать и как-то выпускаться в эксплуатацию жизненную. Потом, значит, опять время освобождается, что же мне делать? А давайте я спасу весь мир, я подумала. Да. И я пришла, да, я думала, ну когда студент учится, он уверен на третьем курсе, что он знает все, что он вылечит всю планету, и как только он получит право это делать, он изобречет новые средства, лекарства. Ну вот, я была среди таких, да. И вот я прочитала о том, что в Москве есть несколько уважаемых педагогов, учебника еще по офтальмологии нету, он на пятом курсе будет, а я на третьем. Мне нравится профессия, причем вопреки. Мама, у Шаргенькова, папа хирург, они говорят, ты что, частная практика у мамы, дома стоит кресло, шлухожар, мама покажет тебе все, мама может написать учебник, она тебе отдаст из рук в руки золотую профессию. Я говорю, я хочу смотреть в другое место, я хочу смотреть микроскоп на глаз. На глаз. Он разноцветный, мне не скучно будет, а если я одну и ту же буду смотреть, я заскучаю и брошу. Ага, ладно. Еще я училась, когда она играет на фортепиано, я тоже очень быстро училась, и тут что-то мне надоело. Я написала родителям записку, Наташа бросила музыку. Родители сели, попили чаю, они говорят, это кончится, или это перерыв, или ты бросила совсем. Я говорю, я не знаю. Через две недели я сказала, Наташа снова вернулась к музыке и стала ездить за 45 километров в районный центр, потому что пианино было только у нас в деревне, педагогов не было, и 8 лет на автобусе, туда и обратно полтора часа, ездила ради 45 минут. И опять освобождалось время. И вот, когда я понимала, что я на третьем курсе хочу быть офтальмологом, я прочитала все учебники библиотеки, и начала, пришла в самое красивое заведение Ростова-на-Дону, Дворец здоровья, пришла, постучала к главному врачу. Я сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что вот эта воля и уверенность в себе это великая штука. Я пришла и понимаю, что все по блату ходят сыпы чьи-то дочи, понимаешь, да? То есть ходят конкурс-мод, на высоченных каблуках водят актеров, политиков, спортсменов по кабинетам, чтобы они нигде не сидели. Все вот такие. Я постучала, сказала, здравствуйте, у меня нет протекции, у меня нет блата, но я вам понравлюсь. У меня вот такая голова мыслей, я хочу сделать научную работу, но если я сейчас скажу ее кому-нибудь, у меня ее украдут. Мне сказали, мы дадим тебе кабинет, мы привели главный, говорят, вот смотрите, какой созданный. Уверенность. Она говорит, есть у нас пустой кабинет, давайте покрасим стены в белый цвет, давайте, давайте украдем светофор. Мне говорят, нет, тебя посадят, но мы тебе сделаем что-нибудь подобное. Мне ставят проектор, мне инженеры делают осветительные приборы, делают с лампочками, я включаю переключатели. полторы тысячи излеченных детей. Четыре или пять научных студенческих работ. Я говорю, давайте я напишу диссертацию. Мне говорят, это никому не нужно. Никто не будет столько, сколько ты работать с каждым ребенком через пять месяцев снова, через пять месяцев снова вести эту статистику вручную, никаких компьютеров не было. Мне 46 лет, и я говорю о пятом курсе института. Я понимаю, что сейчас в Италии пользуются моей методикой, а в России она никому не нужна. Наталья, мы нашим гостям задаем два основных вопроса. Первый вопрос касается веры, Бога, религии. Вы уже неоднократно ее затрагивали. Я казачка донская, поэтому все, с верой все понятно. Я буду воевать за свою землю, я офицер запаса, и если надо будет, то в первом ряду стреляю лежа, стоя, зрение полтора. Я буду хорошим снайпером. Хорошо, а что касается денег, ваше отношение к заработку, что это? Я очень люблю денежки, это антистресс, безусловно, безусловно, так же точно, как и драгоценности, и шубы, да, да, да. То есть, как я отношусь к деньгам? У меня всегда хорошие менеджеры, то есть, сама сказать, сколько стоит моя услуга, сколько стоит моя съемка, сколько стоит гонорар мой, сколько стоит мой прием, это должен сказать человек с еще большей волей, потому что я добрая, со мной можно торговаться, я, конечно, приду на халяву, я сто первый раз, в очередной раз все сделаю бесплатно, и поэтому приходит или тетя, или дядя, которые знают, позвольте, а какой у нас райдер, а будет ли у нас минеральная водичка, медик и чаек, которые я люблю. Понятно. Я деньги очень люблю, считаю, в банки не верю, не ворую, не ворую, хотя, как только ко мне, когда я начала заниматься психотерапией, и пришел еще один талант у меня, я хороший сугистолог, то есть, допустим, заикается ребенок, я могу сделать, что он через 40 минут перестанет заикаться, или там в депрессии женщина, ну, трагическая потеря, ушел мужчина или умер, ну, мы не можем ничего изменить, раз, а она ушла, улыбается, у нее есть какая-то цель, она пошла, то есть, я умею сбить побочный эффект, у меня дочь слушается, у меня мама слушается, у меня муж слушается, я даю, допустим, 500 рублей, а мне дают сдачу, там, не знаю, с 5 тысяч, и, конечно, это очень морально тяжеловато, но мне было жутко скучно, я хотела, чтобы кто-то возразил, я хотела, чтобы кто-то сказал, позовольте, я тоже есть, и я не пойду тебе за семечками в 11 ночи, когда тебе взбрендило, а, не пойдешь, тогда я пойду сама, ну, то есть, сам факт, то есть, я хотела возражений, я хотела не зарабатывать тем, что я пойду в казино или куда-то, и в очередной раз у меня получится, жалко было раздавать эту энергию просто так, а я ее пустила в созидание, поэтому каждая моя копейка заработанная, трачу, трачу, очень своеобразно, я могу собирать, 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 потом, опа, но каждую свою потрату, допустим, отработал ты сезон, там, экспертом в какой-нибудь программе, раз тебе гонорар, так, компьютер купить, это у меня памятник, что я работала там на ТНТ, да, там опять, тарам-пам-пам, бух, гонорар, опа, я помню каждую, вот такое вот что-то фундаментальное, я помню, я вкладываю. Кажется, что вашего позитива хватит просто на всех абсолютно. Телезрителей, да. Наталья, что можете, я тоже умею работать, конечно. Что можете сказать нашим телезрителям? Какие-то пожелания, например, жизнь потеряла краски, либо хочется перемен, но страшно. Страшно. Понимаю. Вот смотрите, вот у каждого из нас, вот у вас неправильные стулья для гномов, а обычно у стула есть четыре ножки. Это любовь, удача, здоровье и денежки. И мы не можем ни одну из них подпилить, друзья. Понимаешь? То есть если ты отдаешь очень много энергии, любви и здоровью, то у тебя постепенно уходит удача, и ты как-то залюбилась, а денег-то не заработала, или все потратила, я пойду сейчас ебу моему любимому, я отбивну, я свитерок, вот это все не надо. Все должно быть гармонично распределено, энергия должна быть грамотно распределена. Но ведь бывает такое, что очень нужно, опять же, отсняться в каком-то, да, в проекте. Тебя забирают в 6 утра и в час ночи возвращают. Какой борщик, какие выглажены рубашки. И тогда я могу крикнуть, родненькие мои, золотые мои, отпустите меня. Я так люблю свою профессию. Я так рада, что меня взяли в этот проект. Потерпите, кончится. И борщи будут, и цыганочку спляшу, и цветы все засажу, зацелую все трещинки. Дайте жить. И они сварят мне супа, и у меня будет набрана ванна, когда я захожу в час ночи. Это очень круто. Я перераспределила в удачу так же точно, как наши пловчихи или спортсмены, да, приходят и говорят, рожать бы, вот, рожать бы, или за страну плыть, рожать, или за страну плыть. Большой срок, 3 недели. Плыви беременна. Сколько их стояло на постаменте, вот, с ребенком в животе. И медаль тебе, и будет тебе все. Вот я доплыву, и будет и любовь, и денежки. Да, плыви. Вот только удача, только удача. Иногда вот прям человек концентрируется. Я сейчас должна вылечиться, а потом все остальное, да? Вот болячка, помпорам сказали, мы всю энергию вкладываем в исцеление и потом радуемся. Получается, что зачем нам ждать, пока будет испытание? Зачем нам ждать, пока мы заболеем, чтобы вылечить и любить? Чтоб он загулял, чтобы мы его захотели возвращать? Зачем нам ждать, пока ты устанешь, если ты понимаешь, что ты не хочешь? Ты стоишь перед зеркалом? Вот, я работала в Академии безопасности, обороны, правопорядка. У меня шила мне костюм, последняя портниха, которую шила Терешковой, вот, когда она стояла на постаменте за наградой. Юпочка у меня на два пальца ниже колена. Сидит по мне мундир, идеально. Я красотка, даже в форме. Это не я. Это не я. Пуговицу не расстегнуть, юбку чуть выше не сделать, каблук определенной длины, здрасте, ура, ура, ура. Великие люди мимо идут. Я не хочу этих людей. Я хочу жить здесь и сейчас. То есть, получается, что если тебя не берут на работу на первый канал, это всего лишь навсего работа. Это еще одна работа и все. Любви, удачи, здоровья и благополучия. Распределяйте. И если чувствуете, что не хватает, ешьте лук, чеснок, мед и спите. Все. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу беседу, очень интересную. Напоминаю, что сегодня у нас в студии позитивный психолог Наталья Толстая. Вы смотрели философско-развлекательную программу «Взгляд на жизнь». Для вас ее провели мы, графиня Уфини и Макс Дарк. И уверена, что сегодня вы зададите себе именно этот вопрос. А насколько он позитивен? «Мой взгляд на жизнь». Уважаемые телезрители, следите за нами в социальных сетях и присылайте ваши вопросы и пожелания на почту, которая будет указана в титрах и в бегущей строке.